Дорогие друзья, уважаемые подписчики, всем большой привет! Вы находитесь на канале Любимого ТВ. С вами природная ведающая Татьяна Любимова. Итак, что ему мешает быть с вами? Дорогие, будут три варианта. Думайте о своём мужчине. Можете загадать трёх мужчин. Посмотрим, что ему мешает быть с вами. Смотреть могут все в любом статусе, в любом возрасте. Могут смотреть женщины, девушки. Могут смотреть молодые люди, мужчины. Просто переводите ситуацию на себя. И на настоящих, и на бывших. Итак, три варианта. Первый. Второй. Третий вариант. Первый. Второй. Третий вариант. Выбрали? Ну, я начинаю. Итак, первый вариант. Что нам здесь показывают? Ну, во-первых, здесь конфликт характеров, конфликт интересов. Очень мало объединения. Чаще всего такие отношения изначально обречены. Либо очень-очень тонкая связующая ниточка, которую нужно либо беречь, либо как-то находить пути друг к другу. Меняться взаимно. В удовольствие. С удовольствием. Не переламывая себя. Не переделывая. Прямо подчистую. Ну, да, но здесь что-то либо с вашим характером, либо здесь совершенно что-то, ну, как бы, знаете, не по судьбе. Вот здесь вообще непонятно. Что ему мешает? Что ему мешает быть с вами? Ну, кроме характеров, да, кроме вот такой какой-то стрессовой ситуации. В целом, или же это может быть одноразовое что-то, или это регулярно повторяется, или вы просто смотрите с человеком, которому вас тянет, но очень мало взаимопонимания. Итак, что ему мешает быть с вами? Во-первых, мужчина очень недлительный, очень основательный. Решение принимает он от и до. И этот мужчина, который прежде всего ценит личное спокойствие, свой личный комфорт, и у него, дорогие, очень мало доверия. Очень ему мешает быть с вами. Мало того, что вот этот наш первый аркан, да, который показали, недостает человеку энергии, хотя, казалось бы, всё хорошо. Но его очень быстро выводит из строя такое состояние, знаете, как соперничество, да. Либо он подвержен каким-то ссорам мелким, не любит всего этого, считает, как мышиная возня. И если что-то попадается, да, вот какая-то конфликтная ситуация какая-то, да, какой-то раздор, он старается вообще уходить. Он может не общаться, он может, уходя даже из мелких конфликтных ситуаций, беречь своё здоровье, своё спокойствие, да. И вот опять же у него есть некое недоверие. Вот потому что здесь нам показывают, видите, здесь гораздо более крупная ссора. И, скорее всего, этот человек отстраняется. Он холоден, как говорится, попытались, да, но ничего не получается. Сейчас этот человек просто, ему лучше вообще на отдалении куда-то, да, ему лучше скрыться, спрятаться. Не хочет он ярких эмоций, знаете, в плане конфликта. Допустим, для кого-то это важно, да, что поссорились, помирились, узнали характер друг друга, сделали какие-то рамки определённые, да, ограничили своё личное пространство. Ну, вот до этой степени можно, а вот сюда уже заходить, за это уже за грань уже нельзя. Ну, то есть определили, да, насколько вы, насколько вы можете друг другу трепать нервы. С этим человеком может раз это пройти, другой, но потом он будет отгораживаться, и даже в мелочах он не захочет что-то выяснить. Он просто может в раз взять и закрываться. Так что вот это ему мешает. Все склоки, скандалы, да, выяснение отношений, в принципе, для него помеха. Плюс ещё созревшее недоверие. Даже если вы как-то кармически друг другу были предназначены, либо вы узнали это только, может быть, у вас резко вспыхнула какая-то между вами искра, и потом вы думаете, да, ну, там чуть-чуть косичнуло, а может быть, ничего толком-то и не было, да, ну, подумаешь, что-то не поделили, а он странно себя повёл, по вашему мнению, да, а для него это очень серьёзно. И он, в принципе, даже на большое расположение к вам и первоначальное может очень быстро отдалиться, хотя он очень медлительный. Кстати, да, он может долго думать, примет решение в раз, поэтому получится, что, в принципе, он очень жёстко это сделал. Но на самом деле он может готовиться какое-то длительное время, то есть как бы давая шансы себе, вам, обстоятельствам, да, в ближайшее время, да, может быть, какие-то поступки или что. Просто посмотрим информацию, перспективы, да, на ближайшее время. Это изменения, может быть, что будет. Но пока ситуация ухудшается, конфликт может затянуться, если таково имеется, да, между вами, либо состояние, когда у человека ещё добавится, что нет денег или сложности какие-то финансовые начнутся. Возможно, он почувствует некоторую брошенность свою, да, что он не нужен или, опять же, он надеялся на что-то хорошее, и вот опять ему не повезло этому мужчине, да, разочарование. Здесь у нас, так, семёрка кубков, причём перевёрнутая, то есть, да, человек может сказать, что… Или, знаете, для себя решить, что он действительно заблуждался, что он себе нафантазировал по поводу вас, либо же вы его обманули, да, либо он вас как-то подставил, то есть здесь неправильный выбор, большие желания и искушения, и, тем не менее, всё это лишь только иллюзия, какая-то иллюзия. Но он ещё, кстати, может всё равно фантазировать, мечтать, мечтать о вас в глубине души, скорее всего, так. Но, может быть, что-то себе не то надумывает, да, в связи ещё с тем, что у него действительно какое-то сложное и финансовое положение, плюс ещё те, кто поругался, это вообще всё усугубляет, удручает состояние, и ему легче находиться в мыслительном процессе, да, что-то думать о чём-то, как, может быть, могло бы оно быть, нежели действовать. Ну, ещё вот Аркандастане. Опять здесь идут деньги, причём бег по кругу, девочки. У этого человека нет выхода позитивного ни из вашей ситуации, ни своей личной житейской ситуации. Он либо не умеет распоряжаться деньгами, либо он сейчас копит на что-то, да, предстоит большие денежные удержания. Ну, довольно-таки собственник, да, и вот у него характер, возможно, возможно, характер таков, что если он привык к человеку, да, то ему очень сложно развязаться. Это тоже может усугублять ситуацию, но это, опять же, не говорит о том, что отношения пойдут на лад. То есть вот он какой-либо негатив, да, может муссировать, муссировать, проворачивать его, думать. Может быть, он даже ревнует вас, да, но ничего не хочет делать. Вот это ему тоже мешает. Мешает. Здесь и характер, здесь и ваше поведение, и его личный характер, да. То есть здесь немножечко идет рассказ. Вообще, какое у вас предназначение, что ли, друг другу, насколько сильное или его практически нет. А здесь нам показывают жрицу. То есть, во-первых, нет ответа, это тайна и загадка. Это то, что нужно было изучать, вот что между вами вообще. Здесь нужно какое-то длительное время, по сути, чтобы изучить. Вы могли очень быстро попасть в эти отношения, не узнав друг друга хорошо. Возможно, ситуация сейчас говорит о том, что точка еще не поставлена в ваших отношениях, не нужно торопиться, здесь очень много непонятного, и даже тайные загадки есть, и что-то нужно отложить, и здесь надо договариваться, здесь на духовном уровне, на ментальном уровне, какая-то связь между вами, вот и она, возможно, будет связующим звеном. И все, что нужно вам по вашей ситуации, вы еще узнаете в свое время, в нужное время, в нужный час. И также старайтесь быть закрытой книгой для этого человека, не просто закрытой, но так как-то интерес, чтобы он все-таки хотел вас узнать. Возможно, он сам закрывается, а возможно, дорогие, у вас тайные отношения с этим человеком, тайные и скрытые отношения. То есть, опять же, если вы хотите, если вас резонирует, и хотите более четко узнать по вашей ситуации, что там с партнером, что ему мешает быть с вами, или уточнить, ну, возможен ли вообще прогресс все-таки как-то, что может быть он передумает, или что для этого сделать, чтобы он как-то начал стремиться к вам, то это, пожалуйста, уже на индивидуальный. У нас прием общий здесь, в наших с вами встречах на моем канале. Это общие просмотры. Поэтому я надеюсь, в любом случае информация для вас была интересна, полезна. Вы ставите лайки, да, с удовольствием. И подписывайтесь на мой канал. Все-таки я вам желаю спокойствия, духовности, да, и быть глубинной женщиной, тайной, непознанной, да, за которую бы хотелось следовать. Второй, второй вариант. Давайте посмотрим, что у вас. Ай! Что у вас? Перевернутое значение говорит о замедлении процессов, удачи, как бы ушла удача, да, надежды, которые возлагались на партнера, либо, может быть, ожидалось какое-то позитивное развитие или успех, который был достигнут между вами. В раз могло всё пойти на спад или абсолютно перевернулось. Здесь есть момент неудачи, есть момент третьего лишнего, да, вы могли узнать или как-то раскрылись ваши отношения для другой женщины. То есть здесь произошла утрата доверия, либо же и в том числе замедление в любой сфере, не только в любовной, но, возможно, и в финансовой сфере, да, и в социальной, что также повлияло на ваши отношения. Итак, что же ему мешает быть с вами? То есть мы делаем сначала диагностику, да, что нам показывают карты, основной уклон, да, в чём, или как, или какие энергии, то есть вы можете уже посмотреть, ваше, не ваше. Даже если не сильно бьёт, вы можете смотреть дальше, да, и сделать для себя определённые выборы и выводы. Итак, что же у вас, дорогие? Аркан-дураг, причём в обратном его значении, то есть здесь, скорее всего, ваш партнёр или ситуация в целом, она говорит о том, что отношения ваши, они должны быть либо тайными, скрытыми, либо они. Здесь идёт какое-то неравенство, большая разница в возрасте. Это может быть какое-то неприятие друзьями, родственниками, окружением, да, это какое-то осуждение отношений со стороны и даже внутреннее нисхождение. И плюс ещё, что здесь ситуация сама по себе должна быть лёгкой, ненавязчивой, да. Вы встретились и встретились, это ваш мир. Вам решать, кто из вас на каких ролях, допустим, да. Здесь можно один любит, другой позволяет себя любить, или вы оба в свободных отношениях, и вам просто хорошо друг с другом. То есть у вас большие на самом деле могут быть и приключения, да, друг с другом, и большие варианты варианты развития ваших событий и отношений. Но здесь идёт неправильное развитие либо отношение самого человека, партнёра. Возможно, это обоюдно. То есть здесь идёт не умный дурак, знаете, тот дурак, перед которым открываются действительно все двери, и он обучается. И перед ним эти двери открыты, да, и отношения открыты, и развиваться вы можете. Как вам, двоим удобно. Это мир вот двоих, и большая разница в возрасте. Ну, вам это хорошо, и никого это не должно волновать. Вот здесь же как раз вся разница, все несовпадения между вами, они могут быть обострены и усилены. Не в позитив, а в негатив. И причём человек здесь совершенно может оторваться от реальности, да, и начать чудить, дурачить. Это то же самое, как творить и вытворять. Да, хочу творю, а хочу вытворяю. Вот тут может вытворять. То есть это отсутствие надёжности, отсутствие каких-либо чётких и ясных перспектив. То есть если бы в обратном случае вам было легко и хорошо идти с таким чудаком, да, и здорово, и весело, и просто, ну, такого у вас ещё не было, да, такого опыта, то здесь же всё усугубляется, ужесточается. То есть что мешает? Это как раз-таки безответственность, несерьёзность в крайней степени. Это использование, это валяние дурака в прямом смысле слова. Какое-то пренебрежительное отношение к отношениям к вам в целом, к женщинам, да. Ну и, возможно, это ситуация, которая действительно сложна сама по себе. Непреодолимые препятствия существуют. Это может быть очень большая разница в статусах ваших. И не просто социальное положение, но также и воспитание, образование, и даже вкус. Может быть, поначалу это свело, но потом это будет с каждым днём, с каждым часом усугублять, увеличивать пропасть между вами. Подвойки жезлов. Нет чувств. Вот нет тех самых настоящих чувств. Хочется. Хочется и колется. Вроде бы есть желание, но желание на том и застревает, да, что, опять же, нужно делать какой-то выбор. Есть только начальные какие-то перспективы, да, но нет веры, что будет какое-то продвижение, сомнения в правоте своих действий. Сомнения в том, что любит ли вас человек на самом деле. И нам опять здесь выпадает жрица, наша прекрасная жрица, которая говорит о замедлении реакции этого мужчины или о замедлении в ваших отношениях. То есть вам ещё нужно друг друга либо узнать, либо каким-то волшебным образом, как хотите, магическим, на ментальном уровне. Придёт ещё время, которое покажет что-то для вас, насколько значим этот человек для вас или вы для него в духовном смысле. В смысле интерес познавать, узнавать друг друга, даже если вы очень разные. Но что-то ему мешает. И, кстати, это могут быть ещё и тайны, и загадки, причём те, с которыми он не хочет делиться. Возможно, ему его шутовство просто самому интересно. И ему хорошо в том состоянии, в котором он находится. Ну, конкретно ваш человек, о котором вы задумали. Вы видите, девушка идёт, какие-то неосторожные шажочки делает, как будто бы боится просто оступиться или наступить на что-то. Босиком идёт босая и боится наступить. Вот эти шаги, вот так же и он. Медленно-медленно пожреться, это замедление. И, кстати, здесь, опять же, интересно, что можно как-то здесь дружить. Вот даже вы разные абсолютно, но вас может очень сильно тянуть друг к другу, потому что вы разные. И что ему мешает? Всё, что было сказано. И это разность, и несерьёзность. Возможно, он только-только делает первые шаги. Не хватает ему решимости. Давайте посмотрим, изменится ли ситуация. Может быть, будут какие-то действия со стороны вашего партнёра или какое-то обстоятельство появится между вами. Посмотрим сейчас в плюс и в минус. Вообще посмотрим чистую информацию, что там дальше. Итак. Ух ты, старшие арканы пошли. Такс. У вас и человека, о котором вы загадали, или какая у вас перспектива, во-первых, идёт разрушение. То есть сносят всё подчистую, то, что между вами или же вокруг вас идут бурные изменения в целом. Мы не можем сказать, что эти отношения будут разрушены. Разрушение уже идёт, его как бы нам показывают, да, оно в начале. Вот на данный момент, на перспективу, начинается как бы всё с разрушения, да. А дальше идёт сила. Аркан – сила. То есть здесь не переделывать человека насильно. Не нужно друг друга каким-то образом ломать. Здесь идёт обретение уверенности, силы своей, да, уверенности в том, что ты делаешь, как ты общаешься с человеком, да, как ты владеешь собой и как ты владеешь ситуацией. То есть здесь можно владеть словом, можно владеть энергетикой. Причём это сила исцеляющая, это мудрость. То есть здесь нужно договариваться с человеком, или просто договариваться, да, или научиться понимать, или силой своей мудрости, да, как-то воздействовать. Но не пинками, не кнутами, да, не на позициях, кто выше, кто ниже, у кого руки вбок, да, у кого корона на голове. Здесь мудрость, здесь понимание, здесь терпение. И, конечно же, должен быть большой внутренний духовный заряд, да, стремление к саморазвитию. Здесь как-то, знаете, может обойтись и без провокаций. Вот то есть само по себе разрушение, возможно, это будут рушиться ваши стереотипы. Возможно, вы знаете, как любовь, она же, как говорят, да, не за что-то, а вопреки. Эта любовь может быть вопреки. То есть, скорее всего, может быть, сейчас всё идёт, к разрушению всё идёт на спад. Но далее силой, внутренней своей, да, своим разумом, своей мудростью ситуацию можно будет нивелировать, да, её можно будет как-то сгладить и найти более духовный контакт друг с другом. Опять же, у нас здесь жрица, да. Но, скажем так, чем дело закончится на ближайшее время? У тех, у кого треугольники, действительно влияние другой женщины, причём она уверена в себе, и это дама пик, это могут быть различные воздействия. Это сила характера и её, собственно, энергетика. Это могут быть манипуляции и как бы ставить палки в колёса. Для вас это может быть бывшее, это может быть настоящее. Вот тут уже вам в вашей ситуации как бы должно быть понятнее более, да. Либо же это не обязательно персона, да, но, как совет, рекомендация, возможно, и для вас, что здесь нужна энергетика, здравомыслящая, чистый ум, ясный разум, критичность мышления. То есть тут нужно уметь перевоплощаться, да, уметь быть мобильной, как ветерок, перестраиваться. Здесь можно сказать, но с ясной головой, осознанно, не с бухты-барахты, по велению эмоций, я сейчас хочу вот так. Нет, это должно быть осознанное состояние. Скорее всего, чтобы понять, что же ещё мешает этому человеку, здесь идёт какое-то внутреннее развитие, и часть этой работы ложится всё-таки на вас. Он там может шута из себя строить и дурака валять по разным причинам, даже потому, что ему так хочется. Может быть, даже потому, что ему ничего не мешает, в принципе, быть с вами. Вот просто он так задумал. Вот просто ему не хочется. Может быть, он просто проверяет. Вот такой он шут гороховый, да. А возможно, здесь есть ещё и большие сомнения в себе. Возможно, возможен большой провал и разность большая в ваших статусах, в вашем финансовом положении элементарно. И он может себя чувствовать очень неуверенно, если у вас всё-таки ступень выше. Ну вот так. Ну и давайте ещё один аркан возьмём. Просто подытожим буквально на одном аркане. Не будем далеко уходить. Итак, нам здесь показывают короля чаш, но капризного, эмоционального юношу. Неважно, сколько мужчине лет, всё-таки он любит, чтобы ухаживали и любили, и пестовали всё-таки его. Это, знаете, как ещё не созревший король. Либо этот мужчина, он, да, он эмоциональный, но он эмоционален незрело. Вы знаете, это может быть и характер. Это вот как актёры, да? У них должна быть подвижная нервная система. С одной стороны, это бывает очень опасно, что можно заиграться, да? И всё-таки нервная система может быть подвижной, но она всё равно между тем должна быть устойчивой. Психика человека должна быть устойчивой. Здесь нужно смотреть на психоэмоциональное состояние человека и уже тогда делать выводы. То есть он либо созреет, потому что он очень текучен, пластичен и как водичка может убегать, да, капризничать. Нужен ли вам незрелый король, неспелое яблочко, да? Или вам нужен всё-таки мужчина, который за свои поступки может ответить, да? Или он желает брать ответственность за себя и за свою подругу жизни, да, и за ситуацию, которая происходит с ним. Вот здесь всё-таки девочки ещё нет пока готовности этого мужчины. Но всё возможно. Тем не менее, нам же показывают, что мужчина эмпат, да? Хотя он может не понимать сейчас, всё делать наперекор. Ну, было бы желание. Не знаю, к королям кубков у меня очень сложные отношения, особенно если они выпадают в обратном значении. Кстати, как и все остальные короли. Ну, а вам уже делать выбор, принимать решения, те, которые вы сейчас, возможно, и не хотите принимать, но немножечко подумав, да, у вас там всё уложится, информация утрясётся, да, и какие-то обстоятельства ещё переменятся. В любом случае, взаимности дорогие вам. И я надеюсь, что вы с удовольствием подписываетесь на мой канал. Можете посмотреть ещё другие варианты, да? Пожалуйста, ставьте лайки. Лайки – это мотивация для наших встреч. Я надеюсь, вам приятно со мной встречаться, как и мне с вами. Итак, третий вариант, уважаемые, дорогие. Ох ты! Ну, здесь у нас аркан дьявол. Всё инфернальное, всё потустороннее, всё, что связано с различными пограничными состояниями. Welcome! Это вектор, это ангелы и демоны, это всё, что угодно, да, то, что пытается сбить с вас с толку. Отношения провокационные, отношения – это трясучка, может быть, да, наступать от полнейшей эйфории и протуберанцев солнечных, да, и различных экзотических состояний до полного упадка сил, до разочарования, до истерик, да, от любви до ненависти, также от доверия к дикой ревности, к собственничеству. Тут и садомоза, тут и дикая привязка, да, и невозможность разбежаться, или уже разбежались, а тут начинаются, да, поводки различной степени, длинные. Итак, сразу показывает, что у вас здесь буйство идёт, да, буйство красок. Всё полным ходом. И жизнь, и любовь, и отношения. То в охапку схватить, да, то потрясти как липку, то улиться слезами. Ну, в общем-то, да, интересный у вас раскардаш. Итак, что ему мешает быть с вами? Дорогие, эмоциональное выгорание очень сильно в этих отношениях, и то, что может помешать, как раз-таки дикая жгучая ревность, дикие желания, быстрое возгорание и быстрое перегорание. Вот здесь это может быть и холеричный тип темперамента, и вот так вас звёзды свели, и хочется, и чтобы всё было более-менее. Здесь прямо, знаете, вот тут соперничество, да, и уж уныние у человека от этого. Это может быть ревность и подозрительность. Также это может нежелание бороться, просто отстраняться временами. Во-первых, этот мужчина может быть очень сильно и страстно вами увлечён. Он может вас увидеть где-то, и всё. И просто посмотреть, как мужчины с вами общаются. Может быть, это где-то корпоратив, или где-то он вас увидел. Возможно, даже это интернет-знакомство, да, он видит, как вам пишут, какие-то вам подарочки отправляют. То есть у него какая-то дикая ревность, либо чувство собственности и соперничества. У него всё поставлено на движение. Прямо ходит ходуном. Ну, это знаете, как жиловаки ходят, да, мужчина вроде внешне спокоен, но у него всё туда стоит. Причём это не эмоции, это гормоны и мускулы, мышцы, да. То есть всё время хочется ему рваться вперёд. И причём вот встречи, да, ну, допустим, это застолье, это мероприятие, или это интернет, неважно, как вы где видели, ну, вы, может быть, в комментариях потом поделитесь, да. Ещё более-менее что-то сдерживало. А потом резкий рывок, вот прям хочу, не могу эту женщину, да. Очень активные движения, или письма, или я сейчас приеду. В общем, или когда ему надо, он приезжает, и потом наступает что? Момент безразличия, усталости. Либо даже не совсем безразличия, хотя это может так выглядеть со стороны. То есть он отстраняется. Ему тяжело. Вот как эффект охотника, который гонит-гонит свою добычу, да, потом загоняет её, поймал и успокоился. Всё, эффект прошёл. Нужно что-то новенькое, да, нужно, чтобы его что-то опять подстегнуло, или это будет ревность опять, либо чтобы он захотел опять двигаться и шевелиться. Вы знаете, вот тут действительно момент перегорания. Чем быстрее хочет, чем больше хочет, да, добивается своего. И всё, только вы пошли ему навстречу, как говорится, да, тут он взял, либо исчез, либо обмяк, либо, ну, совершенно другой человек. Вот вроде всё в нём, да, такой же живенький, активненький, а без огонька. Давайте ещё посмотрим, что ещё нам покажут, да, может быть, будут какие-то действия, будут перемены, какую-то перспективу ещё посмотрим. С этим мужчиной. На что обратить вам внимание, возможно. Так, опять тут у нас хвостатенькие, рогатенькие, да, вышли. Я переворачиваю, я просто знаю, что перевёрнутые значения были, поэтому буду вам так трактовать, как уже, как есть. Ух ты, двоечки. Мультик помните, да? Сначала мы вздуем друг дружку, потом мы пообедаем. Какая прекрасная картина. Дорогие, в целом ситуация, вот что воля, что неволя, это встряска, это туда-сюда, это качаться на волнах, это могут натуральные качели быть с этим человеком. Причём и доверие есть, и знаете, как будто бы кармически 150 лет, да? Вы, кстати, можете быть реально давно знакомы, вы можете, это может быть даже в школе вместе учились, и через сколько-то лет вы встретились. А возможно, это просто ваш близкий человек или так вас тянуло, что вы просто как будто бы знали этого человека с пелёнок, да, и вы уже так приросли друг к другу. Хотя, можете знать, и не так давно, да? А может быть, вы вообще ещё даже не встречались, а вас уже вот так вот манит и дербанит во все стороны. Итак, заземлённость. Не показывают копки, нам показывают, что это близкий, родственный вам человек. Но иногда хочется буквально его стукнуть. Иногда вот нет такой милоты в ощущениях, да? Вот опять же, от любви до ненависти. То я тебя знаю сто лет, а то ты вообще мне никто. Ты мне неинтересен, неинтересна, да? То есть вот так. Двойка туда-сюда, туда-сюда. Тут ещё и шестёрочка. И тоже туда-сюда. И вот ещё и двойка мечей. То есть здесь, да, мне очень нравится эта карта, да, вот это помутузить друг дружку. То есть, да, это совершенно может быть и ментально друг друга изводить, да, критиковать, примиряться и прочее. Ну, думаю, что вот до этого не дойдёт, как бы, да, не очень симпатично. Но и в то же время здесь нужно принимать какое-то решение. А решение, скорее всего, пока человек либо сама отстраняется от этого, да, либо просто пусть всё идёт своим чередом, как бы пустил на самотёк. А нужно что-то предпринимать. Это вот касается того, что будут ли действия, или ещё что-то. То есть у вас пока 50 на 50, у вас 50-50, да, что воля, что неволи, вот эта раскачка. Возможно, это, ну, своеобразный кайф для двоих, да. Ну, весело вы так, веселитесь, интересно вам так. Может быть, вам и не надо знать, да, почему он не может быть с вами вместе. Ну, потому что зачем вам вот это вот... Это проблема, с одной стороны, да. Но тут вместе невозможно, и в Ройс может быть очень-очень скучно. Так, ну и давайте ещё возьмём какую-никакую мораль. Девочки, выскочила карта. Вот выскочила. Смотрите, это вообще судьба ещё перевёрнута. Ну, всё, здесь вектор прямо-таки колесо, колесо фортуны. То есть вас может шарахать влево-вправо, вверх-вниз, крутить, как попало. Колесо судьбы, дорогие, ну, это провокации, проверки, и работа над собой. Это трансформация. Одним словом, это трансформация. И вам уже здесь сделать вывод, бежать из этих отношений, либо оставаться. Вот. Но то, что вам не будет скучно, это однозначно. За подробностями, если есть желание, если вас резонирует, и просто хотите ещё другие вопросы задать, просмотреть экстрасенсорно, по фото, ну и на Таро, можете обращаться уже на индивидуальный приём. Дорогие, повторюсь, как и для первых двух вариантов, в любом случае, вам взаимности, либо уважение, а лучше и того, и другого, и побольше, и чтобы всё было наилучшим, наилучшим образом. Я надеюсь, что вы с удовольствием смотрите мои видео, подписывайтесь, ставите лайки, ведь это большая мотивация для наших новых встреч. Итак, друзья, до новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok